здравствуйте друзья мы продолжаем циклы передач в которых разговариваем с людьми с экспертами по различным в различных темах в различных вопросов и сегодня нам повезло у нас на связи ярослав романчук политик экономист эксперт ярослав если я не ошибаюсь по вопросам интеграции стран пост советского пространства в е.с. даже где-то так о вас писать называется большая проблематика как от централизованной плановой экономики и модели совок госплан перейти к в режим свободного общества демократии я бы так вот это характеризовал здравствуйте ярослав давайте мы начнем доброго дня давайте вот с чего начнем скажите пожалуйста сейчас совсем недавно состоялся вот на днях съезд демократических сил представителей демократических сил который прошел в литве и уже давно в течение нескольких месяцев очень четко обозначены и штаб светланы тихановской нау во главе с павлом латушка и чета цепкала это вот те кто был на этом съезде собрание скажите пожалуйста ярослав входите ли вы в какой-нибудь и из вот этих экспертных советов от коррекционного совета до нау может быть вам обращался штаб светланы тихановской в общем как бы вы охарактеризовали свое нахождение в координатах политических сил на данный момент знаете я с 94 года открыто ясно выражаю свою позицию в отношении того что происходит в беларуси был верховным совете экономистом по экономической политике реформе в сюжете возглавлял был в одном из первых мозговых центров нашей страны поэтому моя позиция предельно понятно и мы открыто 26 лет писали о том несовместимости беларуси с режимом совок госплан и с александром лукашенко говоря что это является как раз тем что дошло до многих беларусов во второй половине двадцатого года я не входил и не вхожу в них какие органы никаких приглашений ни от кого не получал хотя наши наработки в сфере экономических реформ они общеизвестны я 13 лет возглавлял рабочую группу по написанию социальной платформы бизнеса 12 книг целый ряд программных документов которые только начинает декларировать на работу которыми раз члены белорусской оппозиции находящихся за рубежом поэтому ну вот очевидно опыт такого рода работы связи социальный капитал и знания не востребованы этими структурами вы сейчас сказали о том что когда сказали про демократические силы находящиеся за рубежом вы сейчас находитесь в минске в беларуси да всегда был в беларуси здесь живу работаю уже много много лет ярослав насколько мне известно стало совсем недавно вот мы буквально с вами за минуту до начала переговорили вы не въездной в евросоюз если я да да история история октября девятнадцатого года когда я вдруг узнал при получении очередной визы литовском посольстве что меня включили в список врагов значит угроз европейского союза ли шенгенской зоны при этом моя позиция за европейскую интеграцию беларуси было всегда последовательной и не было ни одной темы которая бы как-то противоречила официальной позиции с литве чем очень много работали в этом направлении и у меня единственная как бы такая причина была который мне тоже намекнули мои друзья коллеги что вот за моё критическое отношение к освещению проблемы контрабанды табачных изделий вот которую собственно недавно по сети было очередное подтверждение и европейских авторитетных изданий разного рода европола вот что белорусские сигареты получают поставляются на европейский рынок понятное дело не по воздуху не через британию а через вероятно соседние наши страны о чем открыто написал сказал ну и вот очевидно за это последовали вот такие жестокие на жестокое наказание чтобы раз закрыть мирот причем никаких объяснений не было без ничего без сроков среди других стран европейского союза претензий нет вот поэтому друзья наши литовцы которые имеют сейчас активно работу с тихановской помимо тех людей которые пытали людей нарушали законы и гуманитарные принципы стандарты оон да и простого человеческого достоинства включили еще раз слава романчука который вот считаешь нужно быть честным в экономической политике признавать в том числе какие-то очевидные вещи по сути табачное лобби сыграла с сделала свое темное дело в этом и так вопрос о том насколько эффективны могут быть санкции мы не будем говорить там легистами до связи белорусских коммерческом ментатурных структур с европейскими совершенно очевидны вот и мы по тем людям которые включены в санкционный список совершенно четко видим туда включили людей которые не должны там быть и туда не включили людей которые имеют все основания попасть именно в этот так что все выборочно причем заметьте ни одного мощнейшего генератора табачных выручки для белоруссии для людей которые это крышует нету поэтому у меня вопросы не только к естественные вопросы к белорусскому руководству но есть гораздо больше вопросов тем людям которые декларируют демократию свободу свободу мнения в основном в европейском союзе нашей замечательной соседки литве да вы как раз вот говорите о санкционных списках вчера где-то появилась информация о том что скажем так людей представляющих как это говорят кошелек лукашенко не включили в санкционные списки одного из них германия за скажем так не в не пропустила в эти списки заблокировала 2 латвия это собственно вот кого-то латвия кого-то германия кого-то австрия кого-то мальта кого-то кипр друзья мы же либо мы про ценности либо мы про коммерческие мелкотравчатые интересы вот это то что как раз и поэт показывать слабость европейского союза в отношении даже такого субъекта как беларусь не говоря уже про россию вот очень здорово ярослав что мы подобрались к той теме в которой вы чувствуете себя великолепно и прекрасно разбираетесь собственно все дело-то оказывается в экономике и в бизнесе а не столько в европейских ценностях расскажите пожалуйста может быть вам известно кого не включили в санкционные списки и на ваш взгляд почему то есть какие каких людей бизнесменов связанных с какими с производственными структурами там экономическими беларусь эти вопрос всегда принципа да и с одной стороны принципа с другой стороны вот ценности базовый принцип вернее ценность европейского союза презумпция невиновности и для того чтобы включить никого частного предпринимателя за список нужны очень веские основания которые доказывают что именно этот человек конкретно давал деньги там или поддерживал или получил бонус от государства в случае там прихватизации вот такого рода деятельность например в отношении отдельных людей в список и куда попал тот же например шапутин самкодором который 20 там 30 заводов тянется является инноватором сам пострадал его включили понятное дело не просто так кто туда его включил те люди которые хотели бы отвлечь внимание от себя я бы здесь сказал вот просто по экономике кто кормит бюджет какие потоки являются главными для белорусских властей а это санкционка вся то есть импорт белта может сервис далее так далее это все те компании которые доминируют на рынке логистический транспортных услуг давай же давайте назовем bremena group это так безусловно табак это алкоголь это также те компании которые занимаются вооружением так или иначе они должны быть стопроцентно государственными место с монополистов и получать не чем не обоснованные бюджетные кредитные и другие преференции вот по этим критериям можно туда включать людей конечно же этом иметь какую-то позицию связанную там с ущемлением прав работников данных предприятий то есть вот это база для того чтобы рассматривать такого рода санкции точно безусловно вот такого рода нету я уже не говорю про санкции значит секторальная санкция которая вообще речь не идет вот и поэтому вопрос когда мы знаем насколько дырявым является такой подход лучше заниматься потому что вот как уже сегодня получается вы знаете эта инициатива когда сотен тысяч работников белорусских предприятий заставляют подписывая да да но главная причина белорусских бед объявлены санкции европейского союза друзья то что происходит белорусской экономики и что что делают санкции это абсолютно две разные несовместимы между собой вещи но уже белорусские власти говорят работа не бери великолепно научились управлять вот этими санкционными вещами и репутационной пользуются всем для того чтобы укрепить себя сбить толку людей поэтому прежде чем предлагать какие-то санкционные вещи и санкционных людей особенно нужно 20 раз подумать а этот список был составлен на коленках непонятно кем не понятно на каких критериях и он на мой взгляд принес больше вреда нам демократам людям которые борются за свободу чем собственно вредил режим скажите просто на ваш взгляд тогда кто должен был оказаться в этом списке да вот вы говорили там про военную промышленность санкционка это понимаю речь идет о том о тех продуктах которые через берет беларусь переваливаются в россию потому что туда очень много всего нельзя доставить но когда креветки выращиваются где-то на полесье тогда можно это сделать в отношении креме так давайте вот тоже проясним ситуацию здесь тоже очень много мифов есть можно во много обвинять белорусские власти но поверьте мне что санкционные схемы которые реализуют для поставок львиной доли товара в россию это российский схематоз российские деньги российские генералы и люди в погонах российское опг белорусы только участвовать в этих схемах там за 10-15 процентов все то же самое было с нефтепродуктами когда говорят что россия тут кормит беларусь в размере там 120 миллиардов долларов если хорошо присмотреться к этим схемам то станет понятным что опять-таки до 70 процентов прибыли от такого рода схематоза получать не белорусские компании тем более не белорусский бюджет получает российские схематозники встраивание беларуси географически в такого рода схемы для преодоления там санкций формальных является ну контрабандным серым бизнесом поэтому это никак не схема которую придумал лукашенко для того чтобы там обрушить или там поставлять санкционные товары на российский рынок он много может внутри страны но конкурировать с мощнейшими российскими группировками которые контролируют российский рынок он точно не может это я вам говорю то же самое с в отношении там с креветками или там с нефтепродуктами с любыми другими товарами беларуси спуток был газпромбанк тоже есть схемы которые говорит центральный банк россии по выводу капитала из россии как они делаются в том числе через российские прокладки на территории беларуси до на территории беларуси но опять-таки это не белорусский схематоз а безусловно российский так а как вы я догадываюсь как ну вот просто давайте проговорим насколько сейчас белорусская экономика зависит от российской вот это я понимаю конечно что экономика не может существовать просто ну в отдельно взятом государстве в нынешнее время но вот но насколько сильная эта зависимость учитывая все бесконечное кредитование рефинансирование и вот эти серые схемы и потоки часть денег все-таки остается в белорусской экономики вот вот насколько сильно сильна эта зависимость потому что очень часто сейчас говорят что вот мы сейчас там прижмем экономический режим режима и режима не будет денег и он падет но по сути прижимать надо невероятно огромное количество серых схем которые завязаны на россии по моему убеждению белорусскую экономику не прижать никогда вот если бы даже оставить сюжет такой что белорусский бюджет ноль да белорусы сами без государства делали бы продукции товаров где-то на 15 20 миллиардов долларов самые обеспечили бы себя сами себя кормили если бы им никто не мешал если бы собственно еще были благоприятные налоги то было бы еще русская экономика в двадцатом году это больше 60 миллиардов долларов плюс теневая экономика еще где-то около двадцатки вот это достаточно серьезные вещи которые позволяют говорить что это интересный кусок даже для богатых структур россии и зависимость она огромная сто процентов по энергоресурсам сто процентов по разного рода значит кредиты раз доступ на рынок для для там 85 процентов продовольствия 2 разного рода комплектующие сырье которое поставляется из россии то есть если взять себе представить что россия там даже 20 25 процентов сократит поставки белорусских товаров то для нас это будет просто найти как из анекдота россия чихнет а у нас воспаление легкий вот инвестиции тоже любые потоки на которых зарабатывает беларусь так и иначе с прямо или косвенно связаны с россией поэтому если не брать там калийное удобрение не брать отдельной группой промышленных товаров и вооружениях это вооружение тоже безусловно с российской стороной связано мы как к найти как мексика и сша это вот там канада сша они были настолько близки настолько интегрированы что здесь нужно говорить о том насколько необходимо снимать те барьеры которые мешают торговле они думают о том что беларусь теоретически может выжить 1 конечно же она не выживет но и и глупо представить себе страну мало открытую экономику которая выживала бы без такого большого соседа как россия там с ввп по полтора триллиона долларов но вы почему-то упорно не ходят не хотим замечать возможностей которая создает еще гораздо более богатый емкий и привлекательный рынок стран европейского союза 20 триллионов долларов его понимать когда мы нас почти половина экспорта товаров идет в россию вот но доля белорусского импорта в россии в экспорта в российском импорте она была и остается примерно около пяти процентов вот вот что в чем проблема то есть мы не увеличиваем свою долю даже несмотря на то что у нас очень хороший благоприятный вроде бы торговый режим это говорит о том что нам нечего предложить россиянам кроме вот традиционной линейки товаров вот и не более того не вы мы не пользуемся тем что россияна россия особенно во время бума там богатела там ввп рос а то ли беларуси было и остается мизерной в общем то обратная сторона вот совершенно очевидно да недавно были данные по поводу доли импорта в белорусской рознице вот так здесь мы видим неуклонное падение доли белорусских товаров в рознице белоруссии прежде всего за счет более активной конкуренции стороны российских товаров российского рынка так что вот такая модель интеграции она как бы скажем так нацелена на то что мы теряем постепенно позиции не только на российском рынке но на белорусском рынке это ослабляет наше производство и создает угрозу того что вот укрепленные некие структуры типа госкорпораций будут очень лаковым куском для большого российского бизнеса для миллиардеров которые потом через два-три года могут скупить нашу страну а белорусы будут просто на побегушках вот про госкорпорации вы сказали совсем недавно появилась эта новость о том что планируется создать госкорпораций зачем и зачем это делают ну конечно в то что говорят из телевизора это для оздоровления экономики и так надо поверьте так будет лучше а по знаете есть одна теоретическая ловушка в первой половине двадцатого века у богатые страны думали что укрупнением производства можно позволить развивающимся странам бедным расти быстрее догнать богатые эта идея была полностью опровергнута дискредитированной коррупцией и злоупотреблениями и того что называется там откатами и всеми прочими негативными вещами у нас было пару ученых в том числе михаил владимирович маснякович который эту идею финансово-промышленную группу принял близко к сердцу начал ее везде продвигать и вот его идея укрупнения производства корпора начала холдинги концерны вот потом эти госкорпорации сделать из 30 заводов один и каким-то магическим образом это заработать как показывает опыт сахара цемента стекла машиностроение вот сейчас конфетный бизнес да кроме коррупции злоупотребления и банкротства тех структур которые не близки руководству данных госкорпораций это никому пользы не приносит это будет очередной распил и даже сам головченко премьер-министр давно сказал когда вы спросили относительно того его отношения госкорпорациям сказал ну кредит это будет проще получать как большой бизнес обращать поэтому это все знаете этого все схематоз распорядителей потребителей чужого все два-три года будет работать на вал на очков тирательства потом не скажу что ребята не получилось дать нам еще день но с другой стороны понимаете вот когда есть там тысячу предприятий это нужно договориться с тысячу руководителями это собственно какой-то плюрализм а когда есть там 20-30 больших структур то с этими структурами имея вот такую жесткую концентрацию политической власти проще договориться именно тем олигархам тем ребятам которые предложили бы за копейки и скупить предварительно загнав долги как сегодня происходит вот одна такая интересная деталь по итогам 11 месяцев есть такой показатель внешняя дебиторская задолженность отгрузили товары и не получили оплаты эта сумма почти 13 миллиардов рублей по промышленности рост на 45 процентов по вселенной по экономике под 40 процентов то есть это схематоз совершенно четкий когда через торговые дома через разные торговые прокладки в россии белорусские красные директора и номенклатурно-силовые начальники выгоняют тебе как-то так переводят живые деньги из беларуси на свои или аффилированные с ними структуры в россии вот так происходит на русский схематоз а потом на эти деньги они будут покупать наши акте а история выглядит весьма грустной ярослав прокомментируйте пожалуйста вот какой момент вчера довелось пообщаться с валерием цепкало и он говорил о том что сейчас демократические силы все и заняты в экономике тем что пытаются максимально надавить как сказал валерий на кошельки лукашенко при этом сделать так чтобы экономика в целом стране сохранилась и не пострадали рабочие на производстве на заводах что вы можете сказать по этому поводу возможно ли вообще такое знаете вот если бы павел латушка валери цепкало светлана тихановского вот я написал даже письмо тихановская латушка с тем чтобы они исключили из списка одной из предприятий которая пострадала абсолютно невинно да причем вот по тем критериям которые они оценивали можно совершенно четко выйти на формирование другого совершенно списка что касается экономики то я в этих трех структурах вообще не вижу экономической мысли экономической какой-то знаете просвещение мы недавно я вот по просьбе анатолия лебедька представил свое свое видение блока государства в экономике в новой конституции и предсказуемое очень многие люди даже с демократической оппозиции они при делают предложение хуже даже чем лукашенко потому что они воспроизводят вот те социалистические интервенционистские догмы которые кадр кардинально как бы неприемлемы для предпринимателей для производителей для инвесторов то есть большая часть белорусской оппозиции она находится прежнем в плену вот такого знаете идеи утопического социализма в котором вот у нас есть агрессивный социалист большевик лукашенко а там много таких европейских социалистов которые там говорят категориях зеленый ввп там социальное развитие устойчивое развитие прочее прочее то есть это как знаете на каком-нибудь академическом семинаре можно в этом заниматься но когда речь идет о том чтобы ответить на вопрос что вы предлагаете и вместо лукашенковской модели экономики вот я на этот вопрос отвечаю уже 15 лет конкретными проектами законов концепциями проектами значит значит расчетами говорю об этом и это собственно нужно интегрировать и говорить вместо этого мы видим какие-то непонятные заявления декларации на уровне вообще школьников или студентов и это явно обескураживает предпринимателей бизнесменов и на самом главном номенклатуру номенклатура это те люди которые осторожно анализируют разного рода альтернативы если я например как член правительственной группы по налоговой реформе сделал налоговую бюджетную и пенсионную реформу в одном флаконе внимание со стороны органов власти есть со стороны оппозиции вот только которые вы назвали просто нет я не понимаю при всем уважении к валерии цепкала павел латушка стихановская но никогда не занимались экономикой и никогда за экономикой очевидно не заниматься не будут поэтому привлечение авторитетных людей которым есть что сказать из беларуси логично одно и мы видим что другой подход поэтому на мой взгляд это как раз и обескураживать и ослабляет позицию тех людей я здесь с вами не могу не согласиться но мне кажется что то что сейчас проговаривается вот демократическими силами она имеет имеет эффект в широких массах но я так полагаю что абсолютно не имеет эффект среди ну скажем тех кто мог бы повлиять на политическую ситуацию изнутри страны потому что нам нужно знаете нам не нужна эффекта там это же не может там не конкурсе красоты да нам нужно видеть реакцию конкретных там номенклатуры директоров которые могут изнутри увидеть и сказать да ребята вот это нам больше нравится мы против того чтобы была национализация мы против такой налоговой системы мы против безумств к контрольных органов мы за то чтобы приватизация шла в интересах белорусского значит белорусов конкретно в регионах то есть те предложения которые давным-давно озвучивал и озвучивали для всех кандидатов президенты я сделал программу еще когда я сам был кандидатом в президенты все эти лозунги все эти тезисы они остаются валидными для нашей страны почему-то вот создается такое впечатление что у людей которые вот вы назвали они как будто с нуля начинают с белого листа привлекая весьма сомнительных по репутации экономистов к помощи интеллектуальной для беларусь ярослав попрошу вас не могли бы вы проговорить может быть как-то кратко и сжато это возможно сделать вот основные тезис тезисы экономического ну скажем преобразования которые на ваш взгляд могли бы сработать и привлекли бы внимание номенклатуры будь они изложены со стороны ну вот демократических сил о которых мы говорим здесь можно разные форматы предлагать есть антикризисный план который представим в одиннадцатом году для органов власти это первый документ на который пришла мне большая там 32 страничная реакция стороны совета министров есть 13 документов которые называются национальная платформа бизнеса есть другие документы которые в общем-то в разном виде представлены если есть интересы могу бы поделиться с кем угодно не в открытом доступе есть в рамках дискуссии мы с коллегами сделали 12 стримов которые называются 12 шагов к свободе и демократии в беларуси вот они тоже есть в открытом доступе мы делаем программы народная экономика на своем кармане и так далее и так далее но в принципе если взять так вот кратко да что важно для белорусского производителя вот есть налоги и их администрирование есть регуляторная нагрузка там лицензии разрешения разного рода проверки так далее так далее есть то что называется транзакционные сдержки связанные с тем чтобы выполнялись договора так вот по налоговым нагрузкой я бы мы предложили простую как грабли но эффективную налоговую систему с тремя налогами плоские штавки радикально другая чем есть есть в стране причем с расчетами на конкретные обязательства бюджета беларуси вот я даже это сделал для минфина для минэкономики или совмин а вот они думают что с этим делать регуляторная нагрузка на четко было озвучено или там предложение описаны платформах бизнеса но здесь очень важный принцип перед принцип ответственности продавца они государства поэтому здесь переход на многие вещи которые например бы резко облегчили бы жизнь предпринимателей и по малого бизнеса то есть признание сертификатов добровольность получения сертификатов радикально сокращение лиценных видов деятельности переход на безналоговый режим людей с выручкой до трех тысяч долларов в месяц много другое которое просто вытекает из логии здравого смысла и поддержки самозанятых и вот это духа предпринимательства региона что касается транзакционных издержек то же самое здесь белорусский суд это же не суд это судилище поэтому опять-таки при режим переход в режим рассмотрению экономических и хозяйственных споров любыми людьми по согласованию добровольному обеих сторон что очень важно для малого и среднего бизнеса так или иначе эти предложения были озвучены мною там многие поддержаны были украине в россии еще когда там какая-то надежда была на то что пойдет другой не путинский вариантом 2006 года и дальше вот это логика здравого смысла это те решения которые я который взял и анализируя феномен экономических чудес ирландия южная корея китай гонконг сингапур германия после войны и швеция первая половина двадцатого года одна из моих книг так и называется в поисках экономического чуда где собственно описано какие рецепты какие решения приемлемы для беларусь опять-таки в отношении там денежно-кредитной политики инфляция девальвация это убийцы белорусского белорусской культуры сбережения белорусских накопления поэтому я выступаю за мультивалютной за конкуренцию валют в том числе гализацию всех платежных электронных ресурсов которые сейчас вот известны там под общим названием bitcoin вот это не традиционное решение но опять-таки я не искажу из некого пуританского академического принципа я искажу из того что я вижу в реальной нашей стране а по факту 80 процентов белорусов давным-давно перешли на народную валюту в виде американского доллара я если белорусский рубль имеет шансы то давайте мы поставим в режим конкуренции пусть конкурирует решение простые как грабли понимаете в чем их и при приупрелись что я всегда думаю о том как помочь обыкновенному человеку предпринимателю они как думать о том как вот например там поддержать некие там статистические направления развития страны которые чиновники на коленках делают как там накормить омон или огромную армию силовиков совершенно другие задачи и целей когда вы переходите в режим выгодополучателя под названием потребитель обыкновенный человек у нас совершенно другие решения создаются спасибо ярослав это вы вообще очень здорово что все это мы проговариваем и надеемся на что это далеко не последний наш разговор с вами я сейчас хотел бы немножко повернуть разговора в более призем приземленную плоскость скажем так туда туда где сейчас очень много вопросов и наверное может быть вы дадите какой-то свой комментарий по поводу того что постоянно педалируется тема о том что только забастовка может остановить режим и лишить его денег при этом делается акцент на самые крупные предприятия от беларусь калий массы мтз белассы мзкт нефтяные все вот эти дела в мозыре и в новополоцке на ваш взгляд вообще возможно ли забастовка это вопрос наверное не столько экономически сколько социальной какой-то социальной сферы и психологической возможно ли забастовка сколько она должна длиться какие должны быть масштабы для того чтобы это действительно повлияло на режим в том ключе о котором заявляют и говорят демократические силы краткий ответ невозможно невозможно по разным причинам прежде всего по тому уровню осведомленности информированности экономического грамотности самих работников управляющих данных предприятий а также смотрящих за этими предприятиями знаете я с трудом представляю себе режим когда бы белорусским гигантам не заплатили заработную плату когда денежный печатный станок под рукой когда то есть того анекдота после подражания водки сынок говорит папе что он не будет пить а вы знаете анекдот совершенно четко это как раз про беларусь и как показывает практика вот в любых условиях количество государственных программ количество трансфертов в пользу данных предприятия но всегда быть таким чтобы белорусские работники получали заработную плату поэтому власть это четко все представляют лукашенко это знает по началу 90-х годов когда у нас были реальные забастовки и тогда власти пошли на уступки поэтому здесь при другой другой подход власти будут постепенно сокращать занятость как это было например было в интеграле горизонте десятках других предприятий которые постепенно там из предприятий с занятостью 10000 превратили предприятия полторы две тысячи чем того и меньше вот и потом они будут либо переданы в правительное управление вот либо еще какие-то схемы были были сделаны когда вот опять-таки другая аналогия с той лягушкой у нас которую не шоком в кипяток бросают а постепенно нагревают воду поэтому здесь власти узнают опасность пролетариата на русский пролетариат он прикормлен он как бы не он в цепях но он как бы же как бы не сказать что он голодает поэтому здесь забастовка для этих работников они же нету ценность свобода ли ценность отсутствия насилия которая вывела на улице белорусских городов сотни тысяч людей в этом году он не является таким большим приоритетом когда он как бы это сравнивает с приоритетом к накормить свою семью поехать на дачу на рыбалку еще куда-нибудь вот тех людей которые мы видим увольняют вот они не присоединяются к протестному движению они постановятся гастарбайтерами либо на востоке либо на западе что опять-таки поэтому где-то 7 около 700 тысяч до миллиона ли белорусов в разные годы работала за пределами страны и многие из тех которые сегодня протестуют и не могут найти работу здесь скорее всего после снятия локда мы тоже туда период поэтому в отсутствие найти вот нас нету валенсы у нас нету солидарности поэтому организационного мы не можем консолидировать белорусский пролетариат на некие такие действия у нас нету голода нету остановки предприятий потому что работаете на склад и нас заставляют потребителей переплачивать за товары где-то в среднем на одно домашнее хозяйство до 600 долларов это да цена которую мы платим за поддержку белорусского именно производителя вот этого государственного и наконец у нас всегда есть возможность обложить всех инфляционным налогом для того чтобы потом эти предприятия получили льготные кредиты условно на по два процента в рублях на 20 лет а мы за это все заплатим более высокими тарифами на жкх более высокими товарами на лекарства детские товары продовольствия вот и так схема это работает до тех пор покуда не будет некого явного вот такого знаете вспышки не экономического характера да то есть вот это вот убийство издевательства пытки унижение достоинства массового вот я думаю что не будем недооценивать белорусские власти они тоже научились и увидели свои ошибки августа сентября октября вот они к сожалению вы были делали выводы не такие как нам бы хотелось не выводы направлен на диалог но с точки зрения именно отслеживания всех этих вопросов связанных с тем чтобы кормить электорат пролетариат они сделали и вот наконец последний тезис пролетариат и гражданское общество и многие другие там предприниматели средний класс ну там скажем так 26 лет 25 лет они не участвовали в политике не интересовались политикой это понимаете вот когда вдруг стало очевидным что беларусь это диктатура нету прав человека нету судов нету вообще базовых требований инфраструктуры для охраны человека они вдруг думали что там в режиме один два три месяца можно это изменить не получится не получилось и поэтому единственный в одному взгляд правильной модель поведения это скрупулезно информационно-разъяснительная работа а также выстраивание горизонтальных связей между людьми чтобы реально на нашей стороне было пять миллионов шесть миллионов людей из беларуси четыре то минимум это делать нужно узнать если на вашем канале будет там три миллиона подписчиков сотни тысяч комментариев если белорусские блогеры белорусские авторы белорусские аналитики экономисты будут главными они при всем уважении там к российским аналитикам тот конечно вот будет способом осознания того что мы созрели к новому национальному свободному государству пока мы находимся на этом пути поэтому здесь как бы так знаете срезание углов невозможно здесь нужно готовиться к такой знаете затяжной кампании и готовиться к моменту когда и номенклатура и диктат директорат и те люди которые будут выгодополучать свободы начнут консолидироваться с нами это не произойдет одномоментно но опять к моменту когда вот они спрашивают что вы предлагаете нужно четко им говорить что мы предлагаем чтобы они видели свою выгоду если же будет говорить только всем вокруг лукашенко лукашенко такой лукашенко сякой ну да в этом собственно не сомневаемся уже очевидно но это очевидно было для нас для меня было 25 лет назад понимаете поэтому когда вот я слышу там даже от многих участников в событии двадцатого года что не себе обнаружили что оказывается у нас нету посчета голосов у нас никто их не считает нас за людей не считают людей которые имеют свою точку зрения хорошо ребята проснулись что дальше а дальше вперед работать на информационно-аналитическом просветительском поле альтернативы к сожалению нету я услышал ваш тезис ваше мнение и позицию но не могу не спросить есть вы говорите что нет альтернативы кроме как просто просвещение и информационная работа с одной стороны это радует мы этим сейчас занимаемся как мне кажется да может на ваш взгляд вот сейчас говорится о том что весной ожидается люди хотят готовы об этом говорят во дворах в районах ожидается очередная волна всплеск протеста как вам кажется произойдет ли это и если да то что будет тому причиной я не специалист по массовым выступлениям по улице по организации революции это не мой формат не я здесь не профессионал поэтому я пока не вижу тех оснований которые могли бы вывести сотни тысяч людей на улице вот не вижу потому что есть способы как бы управлять этими гневом рисками есть мощнейшая система порабощения подавления причем заметьте россия идет тем же путем запад занят своими проблемами заявлениями гневе и так далее так далее понятно проблема меньше поэтому я думаю что какой-то режим диалога будет все-таки воспроизведен он ведет заблуждение остальных и экономика да экономика может влиять на состояние людей причем экономика вот когда я говорю когда мы видим в двадцатом году рост госдолга на 30 процентов рост убытка в пять раз резкое ухудшение финансовое состояние пола предприятий самое время быть благожелательными и готовиться к тому что условия для круглого оставлять для переговоров созреет что я я не специалист по революции знаете у нас я не вижу пока своего ленина условного который бы там приехал в условно запечатанном немецком или польском литовском вагоне сделано нам там свой двадцать первый год я не знаю я опять таки не могу тут ничего комментировать но зная людей белорусов настроение бизнеса предпринимателей вот я не вижу тех катализаторов которые могли бы вот просто всколыхнуть и в марте-апреле привести к радикальной изменении ситуации возможно 25 мая день воли возможно 26 апреля чернобыльский шляпе возможно 1 мая день трудящихся я не знаю какие события понимаете мы тоже если бы мы с вами разговаривали в апреле двадцатого года никто бы из нас наверное не мог бы предположить что события в беларуси будет именно вот такие но для того чтобы было успех революции нужны целый ряд факторов в том числе и вот те факторы которых озвучил одри николаевич и ларионов говоря о том что в условиях сильного режима готовности применять насилие массово мирные протесты обречены на права как не печально это признавать но это факт который основывается на анализе там десятка случаев по 200 50 чем-то случаев я я знаю чего это и говорю понятно ярослав большое вам спасибо за то что уделили нам время и мы надеемся что это только начало наших как вы правильно сказали образовательных разъяснительных информационных выпусков спасибо вам большое формирование большинства за его имя свободы и демократии спасибо 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 друзья с нами на связи был ярослав романчук и мы говорили о том о чем стоит поговорить